Юрий Георгиевич, вы не могу сказать часто, но в наших разговорах на эфире на телеканале Freedom в аргументе прогнозируете сроки войны. Сегодня я у вас услышала несколько раз, что она может затянуться и, скорее всего, затянутся в военные действия на территории Украины. В кондоте все-таки поставки оружия, которые анонсировал сегодня Джубавин, 700 танков, 1000 сквалов, 1000 броневиков, множество миллионов боеприпасов для артиллерии. Может быть, все-таки победа в 23-м году, конечно, нужно стремиться, то сейчас реально ли, что это потом победы? Понимаете, нужно сначала определить, что такое победа. Я даже иначе поставил. С точки зрения Европы, с точки зрения Америки. Ведь задача с 24 февраля была у всех одна – остановить эту войну, прекратить эту войну. Вот, условно говоря, как угодно. Вот если бы Макрона вы спросили, господин президент, как вы хотите остановить эту войну? Он бы ответил, да мне все равно. Да мне все равно на какие условия. Ну, просто вот, чтобы в Европе не было войны, потому что мы знаем, что это такое, это очень больно, это очень страшно. Много людей погибло, да? Поэтому на любых условиях. Если Украина согласна капитулировать и сдастся речь под Путина, ну, это прекрасно. Мы просто зааплодируем первым, да? А нам все равно на каких условиях закончится эта война. Но Украина отказалась капитулировать, а Восточная Европа, будем откровенны, Украину поддержала со дня номер один. Франции нет, Германии нет, они как бы далеко, и у них другой взгляд на Восточную Европу. Потому что, ну, Германия и Франция, им все равно кому будет принадлежать Восточную Европу, хоть Серому Волку. Да, лишь бы, как бы, французов никто не трогал, и немцы бы никто не трогал. Да, поэтому сначала все давили на Украину, даже не то, что давили, чтобы она капитулировала, а сначала все считали, что, ну, захватят сейчас бедную Украину за неделю, ну, ничего не поделаешь, ну, что же делать, ну, войну же начинать из-за этого, да? Ну, вот прошла неделя, прошла другая, прошла третья, прошла четвертая, прошел месяц. Выяснилось, что, во-первых, Украина не капитулирует, во-вторых, что российская армия что-то воюет не так хорошо, как все предполагали. Да, тут все оживились и стали помогать Украине, да, потому что появился как бы шанс показать России, что эту войну нельзя остановить, да, прекратить через капитуляцию, да. А можно, тоже все оживились через переговоры, да, и вот началось, да, Макрон звонит Путину, Байден звонит Зеленскому, да, что, ребятки, договаривайтесь. Выяснилось, что не получается через переговоры, да, потому что Путин нужна вся Украина, а меньше он не хочет, а на самом деле он еще хочет и Молдову, и еще много-много-много чего, да. Поэтому через два переговора не договорились. Начался третий этап. Вот мы стали свидетелями начала этого этапа в тот день, когда немцы наконец-то дали согласие на поставку танков. И дело не в том, что они там 14 танков обещали поставить, а дело в том, что они открыли ворота для поставки, для поставок немецких вооружений, которые уже есть в его, да, и французы под этим подписались, и американцы под этим подписались, да. Поэтому теперь война может быть остановлена это только одним способом, через капитуляцию Российской Федерации. Вот теперь, как бы, и нужно думать о том, да, как эта война должна проходить, чтобы в результате Российская Федерация капитулировала, да, вот какие есть, как бы, варианты для достижения победы, и какие вообще у кого на эту тему есть планы, да. У меня есть план, он, как бы, скромненький, но лучшего, поверьте, никто не предложит, а то, что в конце пути ровно по этому плану все будет развиваться, это я вам гарантирую, хотя сейчас, наверное, кажется, что это план слишком какой-то уж такой залихватский и легкомысленный. На самом деле, на юге идет позиционная война, а в Донбассе идет позиционная война. В этой войне заинтересована Россия и не заинтересована Украина, потому что даже если Россия там кладет в три раза больше солдат, соотношение населения, во-первых, все равно у России с Украиной больше, чем один к трем, а кроме этого, это важный момент, Россия абсолютно все равно, ну, сколько она кладет там своих солдат, в то время как в Украине это не все равно, поэтому получается, что вести позиционную войну в Украине невыгодно, да. Есть третье направление, как говорится, киевское, это улица с двусторонним движением. Вот мы видели, как Путин захватил Беларусь для того, чтобы вторгаться в Украину, да, наступать из Беларуси на Киев, да, мы видели, как он сейчас снова там концентрирует войска. Уже все западные правительства обратились к своим гражданам с призывом покинуть немедленно Беларусь. Я думаю, что это не случайно, да, потому что, с одной стороны, конечно же, ожидается, что Путин начнет наступление из Беларуси, и это с военной точки зрения абсолютно необходимая для него вещь. Но вот эта вот улица, она обязана быть двусторонней. На самом деле, разгром Российской Федерации начнется с освобождения Беларуси. Вот сейчас на это можно смотреть как бы удивленными глазами, да, но поверьте, что это то, что произойдет. Потому что белорусское направление, оно самое легкое для разгрома России. А с потерей Беларуси весь смысл украинской кампании Путина теряется. Потому что он не может продвинуться никуда, никуда. Потому что исходная цель заключалась в том, чтобы использовать Беларусь как плацдарм для наступления в Восточную Европу, в том числе и в Украину. Но в том числе и в Украину. А, повторяясь, с потерей Беларуси теряется смысл военной кампании украинской Путины. Поэтому из Крыма, из Донбасса российские войска уйдут сами, как только будет захвачена Беларусь, освобождена. Потому что это оккупированная территория. Вот, собственно, и все. А как именно она будет освобождаться? Ну, это уже, да, это уже, знаете, вот помните, когда там Путин в Крым вошел, да, что он говорил, что это российская армия? Нет, он говорил, что это зеленые человечки, вежливые человечки, да. Когда начались военные действия на Донбассе, что там Путин говорил, что это российская армия? Нет, он говорил, что это сепаратисты, добровольцы, ополченцы, да. А почему, собственно, зеленые человечки не могут освобождать Беларусь от российских войск? Вот есть полк Калиновского, я понимаю, что это полк. Вот у него, знаете, как отличить солдата полка Калиновского от солдата ВСУ Украины? Вот я вам могу показать. У них есть вот такие вот наплечки. Шевроны, да. Это как бы парадная, а вот это полевая. А можно вы спросите, откуда у вас эти шевроны вам подарили? От одного из командиров, да, полка Калиновского. Так вот отпечатывается, как говорится, там 10 тысяч, да, вот таких вот накречек. И освобождается Беларусь. И освобождается Беларусь. И слетает Лукашенко. И въезжает в Минск правительство в изгнании, которое уже давным-давно сформировано и на самом деле функционирует. И подается заявка на вступление в НАТО. И российская агрессия против Украины оканчивается. И это самый дешевый вариант. Самый простой, самый дешевый. Меньше всего людей погибнет. В то время, как на Донбассе уже 9 лет, что ли, идет война. Да, 9 лет лет война. И никакого, как бы, никакого прогресса, скажем так, в военных действиях там нет. И долго еще не будет, потому что там позиционная война. Ну, у нас есть, опять же, исторически, у нас есть такие примеры. Первая мировая война, линии сопоставления французских и немецких войск. Вот они несколько лет там друга молватили, да. А в конце концов война была выиграна, как бы, союзниками на совсем других фронтах. И вот только после этого прекратились военные действия оппозиционные. Вот в этих вот траншеях, которые были вырыты еще в самом начале войны. Поэтому Крым, Крым, оттуда Россия будет эвакуироваться поспешно. И ося ноги, как только будет снесен Крымский мост, и там сены какие-то ракетные удары по каким-то военным объектам в Севастополе, по Черноморскому флоту. Это вопрос, который можно решить, безусловно, с помощью ракет дальнего разницы действий, которые, да, Украина получит. Это займет какое-то время для союзников. Они медленные, они долго думают, они всего боятся. Но поскольку нет других способов, и не будет других способов закончить войну, да, дадут Украине и Ф-16, и ракеты дальнего радиуса действий, да, все дадут, все дадут. Просто в рейк, к сожалению, это займет. Но все это будет. Поэтому Крым будет отдан, Донбасс будет отдан. За них биться будет бессмысленно. Повторяю, если будет забран у Путина Беларусь. И понимаете, вот то, что, ну, я уже какое-то время обсуждаю с журналистами, да, что нужно наносить удары по Москве. Но вы понимаете, и мы вдруг услышали, что в Москве устанавливают ПВО, да, на крыше зданий. Потому что они знают, что это то, чего они боятся. Потому что то, что нужно делать, это то, чего они боятся. Вот это то, чего они боятся. Лукашенко несколько дней назад делал громкое заявление о том, что если хоть один украинский солдат перейдет границу Беларуси, Беларусь вступит в войну. Во-первых, Беларусь уже вступила в войну. Не будем как бы никого обманывать. Просто Лукашенко бережет своих солдат, потому что у него очень мало, во-первых. И потому что они его сметут, как только он даст им приказ перейти границу Украины. Но границы Беларуси не будут переходить украинские солдаты. Границы Беларуси будут переходить вот эти вот солдаты. Вот с этими вот нашивочками. И мы посмотрим, что будет с Лукашенко. Потому что если бы он этого не боялся бы смертельно, то он бы не сказал сейчас вот эту фразу, что если хоть один солдат перейдет границу Украины, мы вступим в войну. Потому что это то, чего он больше всего на свете. Будем надеяться, что у него страх оправдается в скором времени. И ваш сценарий, он на самом деле очень интересный. Субтитры создавал DimaTorzok